доброе утро поставьте плюсики как вы меня слышите команда пришли сегодня пятничные герои да остальные все ленятся а еще спят или убежали по своим делам карьера онлайн как настроение так вижу ваши плюсики молодцы так сегодня у нас с вами пятница не 13 да надеюсь 25 ноября уже она заканчивается осень и заканчивается вторая неделя каталога номер 16 то есть у нас остался с вами один каталог и у нас сегодня в команде у менеджера екатерина ничего да очень классное событие она сегодня нас именинница и она вылетела нас из комнаты до заходила и ушла катюшку поздравляем да ребят давайте передадим привет потому что я сделаю записи увидит потом записи как мы ее дружненько все поздравляем ну и конечно же немножечко а катя это мамочка двоих деток активный наш партнер умничка красавица и она лучше всех проводит тренинги по работе с возражениями не во все классные сюда и выступления заряжающие на позитив и что я хочу пожелать от нас от всей команды не только катя все всем ребят что я желаю успеха прорыва мощного карьерного роста чтобы все мечты все планы исполняли чтобы хватало сил энергия энергии на все 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 абсолютно да что было движуха в жизни позитив и суперское настроение и у меня к вам на такой позитивной волне дать такое пожелание сюда двигайтесь только вперед создавать свою классную команду и чтобы в команде был была энергия был порядок нужно создавать ее откуда возьмется энергия ребят как вы думаете от того что мы делимся да делимся своими новыми знаниями делимся результатами успехами хвалилки делаем поэтому я сейчас предлагаю всем всем и каждому найти за что себя похвалить или своего партнера как показывает практика комплимент сделать себе всегда сложнее чем кому-то если вы не можете себя похвалить пока еще да у вас нет такого как уверенности самоуверенности в себе то похвалите кого-то из своей команды что у вас произошло хорошего чем вы особенно довольны что вы сделали вчера или позавчера да вот на днях что там мы сейчас с вами создадим такую крутую командную работу есть я тоже найду кого поздравить так вспомню у кого у кого были достижения так сейчас там вот увидела наталья григорьевой новичок в команде кристина по стола ки с необычной фамилией девушка я только сейчас прям кристиночке отправила первый урок по бизнес-школе она должна уже получить письмо с первым заданием я хочу поздравить так 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 наталью ряшину не вчера была ночью уже прям поздно первая регистрация с холодного рынка личная первая с холодного представляете какая круто у кого все круто молодец так кого еще хочу похвалить наталья гришина выводит свою команду в состав менеджерской команды прямо осталось сделать маленький рывочек и команда станет менеджерская девять процентов первый уровень я уверена в этом каталоге будет потому что осталось даже чуть больше 150 баллов сделать а еще впереди больше недели работы так как что значит прокачала свой мозг научи нас прокачивать мозг давайте сейчас микрофон да ты нас научит что значит прокачивать мозг согласно поставь плюсик вижу что ты отключила камеру значит даете микрофон говори команда меня слышно поставь плюсик отлично в общем на этой неделе я решила то что с понедельника опять же я прям выдирала себе день и прочитала одну книгу она называется книга которой нет алекс наваг автор мне эта книга дала как бы пищу для размышлений да пищу для ума и я записала ту некоторые советы которые помогают как бы каждое утро искать энергию вот далее я ее прочитала прям полностью за один день то есть у меня ушло на это буквально два часа то есть я прям выделила и эта книга она для тех кто ищет себя для тех кто не знает как найти свое занятие в общем я ее прочитала и она мне дала очень много она мне дала энергию я каждый день мотивируюсь ищу мотивацию да в каких-то вещах то есть читайте книги растите мозгами обязательно смотрите видушки мотивирующие мотивирующие и опять же хочу сказать то что у каждого мотивация своя вот буквально позавчера знаете я как сделала меня очень мотивируют походы по магазинам то есть я думаю каждая девушка любит ходить по магазинам да выбирать себе что-то смотреть так далее то есть я мне без разницы схожу я с кем-то или одна по магазинам я решила пройтись одна и посмотреть что что мне хотелось бы купить что мне нравится вообще ну как бы опять же замотивировать себя и я прошлась и как бы финансовое положение пока у меня ну как бы нестабильное да не очень так скажем вот и я себе дала отчет в том что 2016 год будет последним годом когда моя семья живет вот в таком положении финансовом и я уже хочу в следующем году буквально реализовать многие свои мечты я хочу развиваться в нашем проекте и вот эти мысли они настолько укорняются в моей голове то есть мне дают мотивацию при каждом как бы моменте да когда я хочу остановиться или когда я хочу как-то уйти от каких-то своих страхов или еще что то да то есть что то не сделать я начинаю вспоминать чего я действительно на самом деле хочу и что я получу от этого и когда вы вот это проживаете то есть вы вспоминаете что вы хотите и вы вспоминаете как вы себя будете чувствовать то есть вы это проживаете и у вас берется намного больше энергии вот в принципе на этом все растите мозгами все отлично меня слышно да спасибо катюша за коротенькое выступление кто еще чем хочет похвалиться ребят что у вас хорошо произошло я смотрю у нас народу пополнилось я хочу похвалить анастасия куденкова она вчера прошла первый шаг стартовой программы умничка так еще кто леночка шейна уже несколько каталогов подряд и катарина тоже и ксения пархоменко в премьер-клубе и люда жилина да вы все при в премьере по моему уже да как взялись за это и не отступаете ни на секунду сейчас нам секундочку алё да здравствуйте а можно я вам перезвоню просто сейчас занята у меня планерка а кого спросить хорошо перезвоню так я прошу прощения отвлеклась немножечко так кого еще похвалить знаете обожаю хвалить Олю Амангалиеву мы вчера с ней работали через показ экрана нашли еще некоторые фишки возможности как Оля может использовать свое время более эффективно так что ребятки все молодцы ну и конечно же да мне кажется никого не забыли всех похвалили теперь хочу сделать отчет в целом по команде что у нас сейчас на утро общий командный товарооборот почти один с половиной тысяч баллов это по России по моей персональной группе только по велнесу почти восемьсот баллов кстати велнес в этом каталоге почему-то стал меньше чем обычно хотя обычно у нас 15-20 процентов от общего товарооборота это часть велнес а мы всего пригласили сорок девять человек я считаю что это очень низкий рекрутинг очень низкий для нашей команды это ну знаете если вы хотите расти то вы должны знать да план по рекрутингу он просто бешеный это наш план с вами буквально на два дня а мы с вами за две недели сорок девять человек всего пригласили ребят в чем проблема у кого да может быть что-то не получается с регистрациями или еще какие заморочки сейчас прям прошу прощения у кого не налажен поток регистрации ребятки в чем проблема скажите может быть да что-то там не знаете не получается вы работаете в этом направлении просмотрите у вас стоит задача да рекрутинг наладить поток людей у каждого в принципе цель должна быть научиться хотя бы одну регистрацию в один-два дня то есть чтобы за каталог у вас приходило 15-20 партнеров минимум 10 у каждого вот если регистрации нет то значит что нужно делать люди идут одни отказы значит что нужно делать либо работать в этом направлении то есть искать как сделать так чтобы люди соглашались чтобы они регистрировались или менять метод то есть самый прогрессивный метод работы вообще во все времена это работа с теплым рынком и я всегда говорю вам нужно совмещать два метода как минимум то есть и теплый рынок должен идти и холодный то есть у вас должен быть микс обязательно потому что если идут отказы значит или вы делаете что-то не так да что-то неправильно или не по шаблонам работаете что-то так пытаетесь от себя или второй вариант вы делаете мало действий то есть только из потока да вот людей которых вы создаете поток на встречу со спонсором на созвоны на скайп собеседование на собеседование по телефону только из потока пойдет хороший результат да либо больше действий либо посмотреть что-то вы делаете не так вот смотрите Лена Шейна ты работаешь наверное больше все-таки по резюме и по работе по работе правильно то есть это доски объявлений вот смотри человек ищет работу я вам несколько раз проводила семинары объясняла вообще вот как люди реагируют от психологии вот сами представьте себе вам нужна работа вам нужны деньги здесь и сейчас быстро а вам звонят и предлагают сетевой маркетинг и при том что все вообще работы в принципе нет вот реально я могу сказать сейчас работы особенно по объявлениям найти работу практически нереально либо вы должны быть каким-то там мега-мега навороченным человеком да что вас там такое у вас резюме офигенное что вас все-таки может быть и возьмут без блата вообще в принципе сейчас трудоустройство на нуле и вот представьте человек хочет денег ему нужно сегодня покупать хлеб молоко детей кормить оплачивать коммуналку проезд и так далее и так далее он просто ему надо хоть как-то да выживать а вы ему говорите что у нас все супер у нас все классно у нас тут все есть вообще потрясающе но оно в будущем то есть для чтобы это получить все классную зарплату да классные результаты и путешествия и банкеты и супер жизнь наворочена для надо будет сначала потоптаться два три четыре месяца может быть даже полгода вы будете может быть да совсем немножко зарабатывать то есть пока вы научитесь вести бизнес вы можете себе представить люди ищут работу на досках объявлений а вы им предлагаете стать бизнесменами как вы думаете люди которые ищут работу они готовы потерпеть да и стать бизнесменами прокачать себя научиться вести бизнес как вы думаете мне просто интересно ваше мнение я всегда живу по принципу поставь себя на место человека чтобы понять да попробуй по крайней мере встать на место человека и я когда проанализировала работу на досках я просто поняла что люди не готовы принять наше предложение даже если оно им нравится у меня знаете встреча была позавчера с одной из наших партнеров с девочкой замечательный человек удивительный просто амбициозная ловкая общительная вы знаете все качества и внешние и внутренние все шикарные она без работы месяц вместо нашего разговора да было море слез я ей говорю ну остановись ты же не умираешь с голода но вникли в наш проект уже месяц тут и еще не открыла даже обучение она а я не могу мне нужна работа когда я найду работу когда я трудоустроюсь тогда я буду изучать ваш проект я говорю ну ты же все равно не ищешь целыми днями эту работу ты же не сидишь целый день и не бегаешь по собеседованиям у тебя же остается два часа в день она остается но я не могу себя заставить потому что я целыми днями только и думаю о том что у меня нет работы что я в заднице там ты 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 она все время плакала при этом и тут ничего не сделаешь ребят людям нужны деньги сегодня им нужна зарплата даже если это мизерная зарплата но им нужно выжить выжить что понимаете если у человека закрыты какие-то моменты хотя бы основные то есть у него есть что покушать оплатить за проезд и ребенку в школу дать на обед тогда он более легко принимает наше предложение почему соцсетей легко регистрировать и люди переход из стартеров из тех людей которые стали новичками в рекруты в активных партнерах легче почему из списка знакомых легче только по этой причине то что люди в принципе они не искали работу но у них может быть были какие-то мысли что неплохо было бы подработать да интересно чем это они в интернете занимаются да и их привело любопытство их привело к нам вот это вот красивые картинки красивой жизни они думают дай попробую все равно есть но если говорят что 2-3 часа и при том что все бесплатно да я загляну за эту ширму и посмотрю может быть правда у меня получится поэтому смотрите переход когда мы людей не зазываем да не пишем им сами а мы делаем именно трансляцию бренда бренда себя бренда команды то есть мы показываем нашу жизнь мы показываем что мы живые люди что мы увлеченные мы саморазвивающиеся у нас есть результаты люди приходят попробовать и они открыты лента меня услышала почему мы да про доски объявлений не как бы не особо да не сделаем эту трансляцию конечно когда мы только начали там работать эта ниша была совершенно свободна практически было легче и люди нормально реагировали не было такого кризиса как сейчас и не было того что людям не звонили тогда по 10 по 20 раз на день с одним и тем же текстом шаблонным понимаешь вот и вся разница поэтому у тебя поток людей остановился ребят я еще раз говорю акцент на работу в интернете это личный бренд кто меня не понимает что такое личный бренд я просто сейчас хотела тренинг провести по команде образования но он в принципе интересен больше для менеджеров поэтому я сейчас предлагаю с вами пообщаться конкретно по работе с брендом как вы на это смотрите мы же можем для себя да выбрать тему которая более интересна чтобы получить результат саша отвечаю на твой вопрос пока да вы пишите деньги нужны сейчас в чем выход продажи опять же продажи это выход но не для всех из всего населения планеты всего три процента людей любят продавать и для них продавать это как дышать поэтому это не выход отлично давайте сейчас об этом и поговорим сейчас я закончу планерку найду у меня есть хорошая презентация по брендированию чтобы вам наглядно было видно что и как делать все в принципе ребят смотрите вот скажите честно вы сами вы сами вот как вы считаете вы работая с компанией Арифлейм вы здесь работаете или вы сотрудничаете вы в это время предприниматели и развиваете свой бизнес как вы вообще воспринимаете вы сотрудничаете да вы ведете партнерство с такими же коллегами как и вы да с руководством компании самой компании или вы устроились на работу вы как это транслируете в первую очередь для себя ваше личное восприятие какое это Катя создает свое дело сотрудничаю Ксения отлично то есть вы ведете все-таки свой бизнес а кто пришел сюда ну да вы пока не поняли вообще изначально вы пришли и думали ну устроилась я устроилась на работу у кого такое было у кого может быть да было сотрудничаю правильно сотрудничаю мы сотрудничаем мы ведем партнерские отношения с компанией правильно вот именно так вы должны себя позиционировать и к чему я это угадайте смотрите если вы смотрите что ваш бизнес не развивается вы месяц два три сидите на одном месте и вообще да нет движухи никакой что вам нужно сделать вам нужно начать работать в этом направлении вот как я всегда себе представляю вот я смотрите сейчас карандашик найду буду вам прям рисовать где-нибудь тут в уголочке вот смотрите что у нас получается нам с вами вот это вы да это вы это ваш филиал интернет-магазина и нам с вами нужно создать поток людей в интернет-магазин вы должны включить мозги и подумать а откуда я могу создать поток вот смотрите если у вас только один источник поступления да откуда с чем вы работаете может такое быть что этот источник не работает да он работал когда-то приносил результат но у него могут быть перебои может далее смотрите вы берете один метод работы первый метод и начинаете его изучать что значит изучать вы предприниматели соответственно вам нужен сбор информации как делают другие ну представьте вы бы открыли свой магазин на улице арендовали просто вот помещение с выходом на улицу витрина у вас есть и вы наполнили его товарами всевозможными дальше какие ваши действия вы смотрите да вот просто это первый источник что у вас вывеска висит и заходит очень мало людей то есть в день десять человек заходит один выходит с покупкой это нормальная статистика да двадцать зашли один-два выходит с покупкой вы предприниматели вам нужно чтобы выходила из магазина в день двадцать человек с покупками то есть вам нужно будет создать потоки правильно что вы делаете вы берете еще один источник откуда люди могут пойти вы рисуете на асфальте например следы да такую ступню и на ней что-нибудь написано там типа заходи в мой магазин или здесь пойдешь сюда там найдешь что-то пойдешь туда найдешь что-то какую-то фишку придумывайте чтобы люди издалека уже да имели настрой какой-то крючок вы кидаете чтобы люди пошли к вам еще какой-то поток людей заворачивает к вам в гости вы потом думать надо дать рекламу правильно и даете рекламу например на радио потому что да подешевле радиореклама все далее радиореклама ее так писать тяжело просто этим мышкой и вы думаете дальше так уже стало пять человек выходить покупками что я еще могу сделать вы ставите промоутера который раздает красивые печатает красивые буклетики да и этот промоутер стоит на морозе в костюме какой-нибудь там я не знаю шимпанзе и раздает эти бумажки веселит всех и говорит заходите заходите в мой магазин ребят ну правильно ведь если бы вы открыли свою точку и вбухали туда кучу бабла извините за выражение но по-другому я не скажу вы бы не сидели на плоской попе и не ждали бы что у меня месяц-два нет регистрации согласны месяц-два никто не заходит и никто не выходит с покупками вы бы что-то бы доделали вы бы начали вешать арендовали бы баннер повесили какой-то да там за 20 тысяч месяц вы бы начали придумывать акции всевозможные там зайди в мой магазин получив подарок чашку кофе да и люди бы особенно когда холодно заходили бы выпить на халяву чашку кофе которая вам обходилась по себестоимости в 3 рубля и вы бы получали поток людей которые заходят но кто-то из них бы просто из любопытства начал бы смотреть товар кто-то бы из благодарности хоть бы что-то да приобрел правильно вы бы включили мозги предприниматели самое интересное что вас бы никто этому не учил первое второе вас бы конкуренты бы старались всячески задавить да и так далее и так далее что происходит здесь и сейчас ребят вот ваш интернет-магазин вот он вот вы так вы должны каждый день думать а как я могу улучшить поток людей чтобы на входе было еще больше вы знаете да что такое воронка мы многие наверное там цедили молочко или еще да это наливали вот у вас сосуд какой-то есть воронка из нее по чуть-чуть по чуть-чуть да там по капельке должно просачиваться что-то у меня не получается рисовать вот так да вот этот сосуд и он должен у вас наполняться по-другому никак не скажу но чтобы он наполнился вы должны вливать сюда достаточное количество жидкости тогда вот здесь будет хороший поток правильно вот то же самое должны сделать вы ребята у нас идет фильтр отбор людей на первом этапе на собеседование да человек должен вот чем больше людей пройдут собеседование опять же люди которые зайдут из правильных источников то есть они не просто вы их затащите туда пинками а вы создадите интригу интригу любопытство определенную степень доверия к вам уже изначально даже несмотря что вы лично не знакомы с человеком и не виделись но вы создаете классную интригу любопытство интерес и тогда люди что делают да часть из них конечно уходит уходит немножко где-то да процентов может быть от пятидесяти до восьмидесяти уходят смотреть какого источника да люди пришли остальные куда у нас попадают они заполняют нам сосуд то есть все больше 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 людей заходят все меня понимают поставьте пятерочки да даете полезность обучение бесплатное фишки команду поддержки да вот это вот ощущение нужности человек понимает что он не безразличен что он здесь не просто рабочий материал который да а с ним общаются в него вкладываются о нем заботятся ему помогают разобраться в таких сложных вещах как сделать блок там форму создать странички с ним возятся копошаться человек чувствует что люди хотят ему помочь и не просто хотят а действиями показывают что они да ему помогут и вдохновляет естественно согласны вот это надо ребят создавать поток и если у вас одного метода регистрации не идут вам нужно добавлять источники откуда пойдут люди договорились давайте таким образом сейчас поступим мы с вами поговорим по бренду я прям буквально на две-три минутки отключусь забыл все воды налить налью воды и загружу слайды вы тоже налейте себе по чашечке чая кофе что хотите выпить водички и приготовьте вопросы мы с вами будем говорить о брендировании хорошо сейчас вам нет Продолжение следует...